Всем огромный привет! Сегодня такое будет небольшое видео из разных кусочков, небольшой, можно сказать, влог, чем я занимаюсь. Вчера у меня был день рождения, вот такие подарили мне цветы красивые. Люблю вот эти мелкие розочки, просто их обожаю мелкие, они долго стоят. И тюльпаны в виде пионов тоже. Да и вообще я все цветы люблю, любые цветы. Просто обожаю. Это, наверное, у меня от мамы. Мама тоже моя просто обожала цветы. Да и каждая женщина, наверное, все-таки любит цветы, хотя многие говорят, ой, я не люблю цветы, не надо мне дарить цветы. Ну, каждой из нас приятно, когда мужчины, особенно мужчины, сыновья дарят мамам цветы и мужья, женам. Ну, я особо так не праздновала этот день рождения. Ну, так, подарочки были, то не буду вам их показывать. Единственное, я хочу подарок показать от сына. Вот за свои деньги пошел, купил мне гель для душа. Скорее всего, это из простора фирмы Вива Плюс гель для душа Тропик. 460 миллилитров. Знаете, такой приятный гель. И кто любит вот гриппфрут, вот присмотритесь. Я сама просто была удивлена, что он выбрал вот такой классный гель. На запах классный. Вот. Ребенок насмотрелся, что мама постоянно носится с этими пустыми баночками, и с этими покупками все рассказывает, показывает. Вот. Таки он уже пошел и купил. Он мне, как он сказал, нужную вещь. Ну, спасибо ему огромное. Вот. Так что вот такая нужная вещь у меня появилась. Теперь буду пользоваться и в пустых баночках вам расскажу. Ну, действительно, на запах очень-очень нехимозный, очень классный запах гриппфрута и такой тропический. Вот. Поэтому присмотритесь. И кто-то у нас его делает, хоть этот гель. А, Днепропетровск, Украина. Вот. Так что вот такие у меня небольшие новости. Ну, и теперь расскажу, чем я занимаюсь. Сегодня варю гель для стирки. Значит, часто я вам видео рассказываю, показываю. Вернее, рассказываю, что я стираю гелем для стирки. У меня, значит, здесь закипает чуть-чуть больше трех литров воды. Такая вот у меня старенькая кастрюлька. Я постоянно варю этот гель. Вот этот гель закипает. Здесь я потерла на терку. Обмылки у меня остаются от хозяйственного мыла. И чуть-чуть еще вот эта голубенькая. Немножко для запаха потерла обычное туалетное мыло. Вот такое. И чтобы вам вот на глаз сколько это, это вот где-то вот такой кусочек я потерла. Не этого мыла, а вот где-то приблизительно такой кусок. Если это бродетское мыло, такое большое, то это где-то одну третью час. Вот, значит, мытру я на мелкой терке, чтобы оно побыстрее растворилось. Значит, высыпаем сюда, размешиваем и ждем, пока оно полностью растворится. Ой. Вот пока оно не станет полностью белое, то есть без вот этих мыльных кусочков. Мыло должно полностью раствориться. Ну, на ютубе уже сколько видео, огромное количество про то, кто как делает это средство для стирки. Значит, ждем, пока оно растворяется. И как только оно начинает опять кипеть, я потом добавляю кальцинированное сода у меня. Немножко намокла она. Значит, кальцинированное сода. Сюда, на эти три, будем говорить, три и чуть-чуть, ну, там где-то три с половиной, может, литра, добавляю две столовые ложки. Можно добавить и три столовые ложки, но оно потом будет, когда загустевает, уже просто такое, очень густое, такой прямо холодец-холодец. А так, по классическому рецепту, это две столовые ложки. И когда я добавлю сюда две столовые ложки, сейчас, вы смотрите, уже почти мыло растворилось, почти уже его нету здесь. Когда я добавлю сюда эти две столовые ложки, ну, буквально чуть-чуть должно прокипеть, долго пусть не кипит, чуть-чуть, и выключаем. И потом оно остынет, и я разливаю его в обычные бутылки или в какую-то тару. Когда сделаю, покажу вам. Так, и вот смотрите, сколько получилось у меня этого средства для стирки. Ну, то есть чуть-чуть больше трех литров. Это двухлитровая бутылка, ну, это полтора литровая. Ну, когда наполняют, здесь пена, вот такое оно на вид не очень, такое может серое, не очень красивое, даже не серое, а темно-коричневое, но стирает отлично. Не знаю, мне очень нравится, поэтому постоянно оно у меня есть. И когда будете наливать бутылки, если вот будете наливать именно пластиковые бутылки, ну, мне удобнее всего так хранить, то лучше не ждать, пока оно совсем остынет, потому что потом будет очень плохо его, ну, наливать. Оно будет такое гелеобразное или такое, ну, вот, такое, я же говорила, как желе будет. А так чуть-чуть остыло и сразу наливайте, тогда будет удобнее наливать. Вот такое средство. Сегодня 23 февраля хочу посадить вот эту микрозелень, которую я вам показывала в своих покупках. Мне это мне подруга принесла попробовать, что это такое посадить. Значит, я у нее уточнила, как она это делает. Она сказала, что берете обычные судочки, ничего, я думала, что там на какую-то нужно вату или марлечку подстилать, или винт какой-то. Она говорит, ничего не выдумывай, берешь обычные судочки, немножко вот их сбрызгиваешь водой. Вот я взяла такой пульверизатор от фаберлика. Он такой хорошо распыляет. Значит, немножко вот сбрызгивали эти судочки водой влажные. Так. И просто сюда высыпаем эту микрозелень. Значит, сюда я буду садить крес-салат. Ну, не знаю, тут ее много. Наверное, разделю на две части. Посмотри. Как оно? Да, тут много, поэтому я разделяю на две части. Все, не высыпаю. Здесь 10 грамм. Значит, я здесь высыпала, наверное, половину, да. И тоже легенько сбрызгиваю после этого водой. Все. Сюда, в эту я высыпаю, значит, редиска. Я уже говорила, что это вырастет не редиска, а именно вырастет как салатик, листочки. Но на вкус будет как редиска. Так, тоже все не высыпаю. Тут много. Пусть останется. И тоже сбрызгиваю водичкой. Все. И ставлю в теплое место. Где-то подальше от моих котов. И потом вам покажу. Значит, сегодня 23 февраля. Посмотрим, через какое время начнут появляться эти первые, при первые всходы. Просто самой даже интересно. Значит, подруга говорит, что очень быстро все это происходит. Так, все. Включимся в следующем видео. Всем привет. Сегодня я иду встречаюсь со своими девочками. Немножко отпразднуем свой день рождения. Хочу сделать вот эту масочку от Avon. Роскошное обновление с экстрактом черной икры. Маска-пленка для лица. 75 миллилитров. Я уже один раз ее делала, по-моему, дня три или четыре назад. Мне понравилось. У меня первый раз в жизни такая вот маска-пленка. Ну, конечно, да. Она так безбожно стягивает лицо. Но ничего. Мне эффект понравился. Поэтому сейчас еще такую масочку сделаю. И показывала в покупках. Я покупала вот эту маску для волос. Называется тонирующая маска с эффектом ламинирования для светлых волос. Использовала я светло-русый. Но, когда будете покупать, не смотрите на вот эту девушку, на картинку. А смотрите на другую сторону. Потому что цвет совершенно не такой, как на картинке. А цвет, смотрите на название. Это светло-русый. И смотрите на вот эти картинки. То есть, действительно, тут совершенно две разные, два разных тона. Тон не такой. А тон темнеет. Действительно, такой светло-русый. У меня просто уже отросли корни. И я как бы сравняла их. Вот корни мои натуральные. И я, когда этой маской попользовалась, то как бы он, цвет, в принципе, сравнялся. Мне понравилось. И какие волосы после нее. Такие действительно гладенькие. Не пушатся. И вот немножко притемнело. Притемнел такой общий цвет мой. И не сильно такая разница между отросшей частью и моими натуральными волосами. Мне понравилось. Но еще раз говорю, вот эти картинки не соответствуют вот этим названиям светло-русый. Да, еще одна упаковочка где-то подойдет на короткую стрижку и на такие вот волосы до плеч. Может даже волосы до плеч будет и маловато. У меня волосы вот такие до плеч. То мне вот как раз, как раз притык. Хотелось немножко больше. Поэтому, у кого волосы длинные или чуть ниже плеч, то нужно брать две такие упаковочки. Вот так что рассказала. А так, общее впечатление очень даже неплохое. Мне понравилось. Поэтому, наверное, еще буду пробовать. Еще покупать буду. Вчера я купила еще себе лак для волос ТАФТ. Хорошие цены сейчас в Космо. Даже не знаю, то ли на выходных там хорошие скидки, то ли это акция какая-то. Не разобралась. А может, акция к концу зимы, да, или как там приурочено. Ну, вот этот ТАФТ, ой, не помню сколько, ну, точно до 50 гривен. То ли 48, то ли 43, короче, господи, ну, по-моему, 48 гривен. Неплохой лак, четверочка. Мне часто его раньше покупала, мне нравится. Вот, что хочу еще вам показать. Вот была в селе, забрала вот это очищающее молочко 40+, от Эйвона, облегпиха и толокнянка. Его уже нужно закончить. Но я уже давно им пользовалась и просто даже забыла, какое оно жирное-жирное. Я уже так привыкла к мицеллярным водичкам. А тут просто такое-такое жирное, это очищающее молочко. Мне так оно не нравится. И, скорее всего, наверное, его и не закончу, не использую, а просто выброшу. Потому что просто такие средства, уже снимать макияж, просто мне не подходят. И даже, честно говоря, немножко раздражают. А вот этот кремушек, боже, такой классный, всем советую. Чистая линия, ночной фитокрем 45+, очень классный. Мне так он сейчас нравится, просто я от него балдею. Да, кстати, и на вот этот дезодорант в космос сейчас очень хорошая цена. Еще такой низкой цены я нигде не видела. До 40 гривен даже, по-моему, 39. Вот поэтому обратите внимание. Так, все, пошла наводить красоту. Пока.